Этот самолет первым в советском сайте В Союзе преодолел рубеж скорости два звука. Его разгонные и высотные характеристики были лучшими в мире. Он стал целой эпохой в истории отечественной авиации. Су-7 Павла Сухова в фильме «Оружие». В начале 50-х годов военно-воздушные силы ведущих мировых держав имели на вооружении реактивные истребители первого поколения. Эти машины обладали дозвуковыми скоростями полета и пулеметно-пушечным вооружением. Наиболее массовыми среди них были советские МиГ-15 и американские Ф-86 «Сейбр». В 1953 году конструкторское бюро Павла Сухова занялось разработкой истребителей второго поколения. При этом учитывался опыт войны в Корее, где «Миги» и «Сейбры» не раз сходились в возможных поединках. Новые машины должны были иметь сверхзвуковую скорость, ракетное вооружение и радиолокационное бортовое оборудование. Сухой предложил правительственной комиссии сразу четыре варианта сверхзвуковых фронтовых истребителей и перехватчиков со стреловидными и треугольными крыльями. Новые машины должны были развивать невероятно высокую по тем временам скорость 1800 километров в час и подниматься на высоты до 19 тысяч метров. На заседании научно-технического совета Сухому заявили, это техническая фантазия, самолет с такими данными сейчас построить невозможно. Стоит напомнить, что к 1953 году Советский Союз вообще не имел серийных сверхзвуковых самолетов. Правительство одобрило два проекта, но определило очень жесткие сроки передачи самолетов на испытания – май 1955 года. Причина была проста – холодная война. В США уже велись летные испытания истребителей так называемой сотой серии. Ф-100, Ф-101, Ф-102, Ф-104. Эти машины проектировались как самые скоростные и самые высотные в мире. Советский Союз не мог допустить отставания от военно-воздушных сил потенциального противника. Поэтому инженерному коллективу Павла Сухого пришлось трудиться с предельной собранностью и максимальной отдачей. Работами по обоим проектам непосредственно руководил Евгений Фельснер. Фельснер Евгений Сергеевич – конструктор авиационной техники, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии. Годы жизни – 1905-1989. Родился в Москве, окончил железнодорожный техникум. Работал в различных конструкторских бюрох. С 1953 года – заместитель главного конструктора КБ Сухого. При разработке истребителей второго поколения инженерному коллективу пришлось столкнуться со многими техническими проблемами. Именно здесь ярко проявились конструкторские и организаторские способности Павла Сухого. Павел Осипович всегда предоставлял своим сотрудникам большую самостоятельность. Всячески стремился развить в них творческое начало. Ищите простые, изящные решения. Эти слова генерального конструктора стали своеобразным девизом КБ Сухого на протяжении всех лет его существования. В 1954 году был готов проект фронтового истребителя С-1 со стреловидным крылом. Этот самолет намного опередил свое время. Новый истребитель имел совершенные аэродинамические формы, сильно отброшенные на затки, стреловидное оперение, длинный сигарообразный кюзеляж. На С-1 был установлен мощный турбореактивный двигатель конструкции архипа «Люрки». 7 сентября 1955 года С-1 совершил свой первый полет. Испытать машину Сухой пригласил полковника Андрея Кочеткова, одного из лучших советских пилотов. Именно Кочетков в августе 1945-го первым поднял в воздух трофейный мессершмитт Ме-262. Теперь ему предстояло освоить несравнимо более сложный истребитель. При этом летчику нужно было решить не только технические, но и психологические проблемы. Скорость далеко за пределами звукового барьера, огромная высота полета. Все это предстояло преодолеть впервые. Во время испытаний истребитель С-1 достиг заданной высоты – 19 тысяч метров. Максимальная скорость составила 2170 километров в час. Впервые в Советском Союзе крылатая машина шагнула за два звука. Это был достойный ответ на американский вызов. 11 июня 1956 года постановлением правительства машина была запущена в серийное производство под индексом Су-7. Через две недели самолет Сукова вместе с другими новинками отечественной авиации впервые показали широкой публике. Это произошло во время традиционного воздушного парада «Душина». Су-7 – фронтовой истребитель. Длина – 18 метров. Размах крыльев – 9,3 метра. Максимальная взлетная масса – 13 830 килограммов. Силовая установка – турбореактивный двигатель АЛ-7Ф с тягой 9 600 килограммов. Максимальная скорость – 2170 километров в час. Практический потолок – 19 200 метров. Практическая дальность – 1130 километров. Вооружение. Две пушки калибра 30 миллиметров, управляемые и неуправляемые ракеты. Высотные, скоростные и разгонные характеристики машины превзошли все достижения реактивной авиации, причем не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Машина была хорошо управляема и устойчива в полете, легко выполняла фигуры высшего пилотажа. На взлете и посадке тоже хорошие. Честно сказать, что самолет прощал ошибки летчиков. Потому что он был создан как самолет поля боя и для летчика среднего уровня подготовки. Он этим характеристикам вполне удовлетворял. Когда самолет был чисто в истребительном варианте, то пилотажные характеристики были великолепные. На нем пилотаж можно было выполнять, это, кажется, как песня. То есть разгонялся, если вам так сказать сравнить, вот пилотаж с высоты 200 метров на форсаже набирал мгновенно высоту 7,5 тысяч. То есть мы делали как бы типа боевого разворота и после этого выполняли. Вооружение и бортовое оборудование Су-7 вполне соответствовали требованиям военных. Современный радиодальномер позволял летчику атаковать цели при любых условиях видимости днем и ночью. Казалось, самолет ожидает блестящее будущее. Но его судьба круто изменилась уже в 1958 году, буквально в самом начале серийного производства. К тому времени на заводе в Комсомольске-на-Амуре было выпущено 132 машины. В середине 50-х годов в составе советских ВВС была ликвидирована штурмовая авиация. При этом задачу поддержки сухопутных войск с военно-воздушных сил никто не снимал. Фронтовой авиации срочно требовался специализированный ударный самолет. Временной заменой устаревшим винтовым Ил-10 стали реактивные истребители МиГ-15 и МиГ-17. Но все понимали, что это лишь временное решение. МиГи, изначально сконструированные как чистые истребители, не были приспособлены для выполнения бомбардировочных и штурмовых задач. Взоры военного руководства обратились к Павлу Сухому, который к тому времени уже стал генеральным конструктором. Ему поручили за год создать специализированный самолет, истребитель-бомбардировщик, способный нести тактическое ядерное оружие и атаковать наземные объекты. Получив такое сложное задание, генеральный конструктор принял единственно верное решение. Не начинать проектирование с чистого листа, а доработать под новые задачи Су-7. Большое значение при этом имел и производственный фактор. Пуск этой модели и серийное производство нового самолета не представляло бы никаких сложностей. Уже в апреле 1959 года летчик-испытатель Евгений Соловьев поднял в воздух опытный экземпляр новой машины. От базовой модели самолет отличался большим запасом топлива, включая навесные баки, новым бортовым оборудованием и вооружением. Модифицированная «семерка» могла на высокой скорости преодолеть зону ПВО противника, доставить в цели ядерный заряд с помощью бортового оружия, эффективно поразить наземные объекты, а при необходимости вступить в бой с истребителями противника. В 1961 году самолет приняли на вооружение под индексом Су-7Б. Он был продемонстрирован в июле того же года во время воздушного парада в Тушино. Су-7Б. Истребитель-бомбардировщик. Длина 16,6 метра. Размах крыльев 9,3 метра. Максимальная взлетная масса 13 043 килограмма. Силовая установка. Турбореактивный двигатель АЛ-7Ф-1-100 с тягой 9 600 килограммов. Максимальная скорость 2120 километров в час. Практический потолок 19 500 метров. Практическая дальность 1130 километров. Вооружение. Две пушки калибра 30 миллиметров. Авиабомбы, в том числе ядерные. Управляемые и неуправляемые ракеты. Бомбы бывали Б-50, Б-75, бомбы сотки, 200 и так далее. Они сложны в подъеме. Были оборудованы самолеты системы подвески. Лебедки внутри вмонтированы были. Но в основном были тележки, на которых размещались боеприпасы. И эти тележки подвозились под самолет. И личным составом они подвешивались. Но так практиковалось иногда в частях, что на земле раскладывали боеприпасы, которые необходимо было по полетному заданию. И самолет, возвращаясь с полета, заруливал на эту стоянку, где уже все было подготовлено. И там разметка была специальная, чтобы на авиационные ввести координаты. И производилась подвеска, заправка и одновременно подвеска этих. Там устанавливались специальные подъемники. И все это производилось совместно. Это сокращало время подготовки самолета к повторному вылету. И более, так сказать, успешнее для личного состава. Летные характеристики нового истребителя-бомбардировщика были такими же высокими, как и у базовой модели. Летчики строевых частей быстро полюбили машину, которая позволяла выполнять сложный пилотаж в большом диапазоне скоростей. Оценили Су-7Б и авиатехники, которые занимались его аэродромным обслуживанием. Доступ к узлам и агрегатам самолета стал проще. Для этого конструкторы сделали несколько дополнительных лючков. Фронтовые истребители базовой модели Су-7 были сложны в эксплуатации и обслуживании. Среди тех персонала даже бытовало едкое изречение. Конструктор сухой, самолет сырой, техник мокрый. После того, как в части стал поступать Су-7Б, эта поговорка постепенно исчезла из аэродромного фольклора. Истребитель-бомбардировщик Су-7Б стал главным ударным комплексом советской фронтовой авиации на два десятилетия. Кроме того, он явился родоначальником большого семейства самолетов КБ Сухого. Субтитры создавал DimaTorzok